Всем привет! Доброе утречко! У нас сегодня пятница, выходной день. Я с самого утра накрашенная в платье, потому что я только что сняла видео на канале Жизни в Израиле. Я сегодня молодец, сейчас 10.30 я уже сняла видео. С самого утра встала, отправила Яна с Андреем в садик, точнее отправила Андрея, чтобы он отвез Яну в садик. Сама села снимать видео с самого раннего утра, так что я сегодня молодец. Кстати, я села на диету, теперь уже серьезно и по-настоящему, а не просто какие-то там разговоры и шуточки. По-настоящему села на диету, потому что я действительно так очень хорошо набрала веси. И уже дня 4 стойко держу свою диету. Моя диета заключается в том, что я не ем больше 1500 калорий в день. Вот я себе скачала приложение, в котором я считаю калории, то, что я съела за день. Такой способ мне лучше всего помогает похудеть. У меня уже был опыт достаточно хорошего похудения на 10 килограмм. Правда, это было очень давно, 10 лет назад. Но все равно, именно такой способ считания калорий мне помог. Ну и также я ем часто и маленькими порциями, чтобы не чувствовать голода. В принципе, ем все, что хочу, только маленькими порциями. Вот такие пироги. Похудела я уже за эти 4 дня на килограмм. Я вам даже скажу, сколько я весила до. И вместе с вами сейчас взвешусь, и вы увидите, сколько я вешу сейчас. 4 дня я уже держу диету. Ну что, ребятки, давайте я вместе с вами взвешусь. Вы увидите, сколько я сейчас вешу. Вот, потом я вам скажу, сколько я весила 4 дня назад. И на самом деле, когда я увидела ту цифру на весах, я поняла, что все, дальше тянуть нельзя и нужно худеть. Так, ну давайте я вам покажу. Ну. Взвешиваюсь. Кстати, у меня камера в руках, которая весит граммов, наверное, 200. Ну, то есть, 55 килограммов я вешу. В общем, 4 дня назад я весила ровно 56 килограммов. Рост у меня, я знаю, будут вопросы, метр шестьдесят два. Вот. И это для меня многовато. 56 это уже многовато, поэтому я решила, что все, нужно худеть. Я не говорю, что для всех, у кого рост 162 сантиметра, 56 килограммов это много, но именно для меня, по моим ощущениям, это много. Скажем, я себе не очень нравлюсь, когда я вешу 56 килограмм. Цель у меня 48 килограмм. На самом деле, не пугайтесь этой цифры. Я знаю, что я взяла ее немножко с запасом, потому что я знаю, как только я похудею до этой цифры и закончу диету, я, скорее всего, немножко наберу. Поэтому я себе взяла немножко с запасом. Похудею до 48, наберу где-то до 50 килограммов. Вот 50 килограммов это, так сказать, мой идеальный вес, в котором я себе самонравлюсь. Еще я хочу отметить, что я все-таки, несмотря на то, что я все, что хочу, но все-таки я стараюсь есть более здоровую еду, нежели я ела раньше, потому что раньше я ела вообще очень много всякой дряни, которая портила мой организм. Поэтому я стараюсь все-таки уменьшить количество вредной еды и увеличить количество здоровой еды. И также стараюсь пить как можно больше воды. Прям очень много воды я пила в последние дни и стараюсь продолжать в том же духе. Вот, так что сейчас пойду завтракать. На самом деле, я уже немножко поела перед тем, как я видео снимала. Я съела небольшой бутербродик с сыром, чтобы голодной не сидеть и не снимать видео на голодный желудок, потому что сосредоточиться я бы точно не смогла. Да и вообще я считаю, что голод это самый страшный враг похудения, потому что когда ты голодный, ты себя плохо контролируешь. Поэтому я стараюсь есть действительно часто, но понемножку, чтобы не доводить до чувства голода. Поэтому с утра я съела маленький бутербродик с сыром, а сейчас буду завтракать нормально в 11 часов дня. Такой вот у меня сегодня второй завтрак. Поджарила себе овощи. Тут у меня один кабачок, одна морковка и один лук. Поджарила это все дело на оливковом маслице. Немножко добавила и сейчас буду трескать. На самом деле, я обожаю вот так вот овощи себе готовить. Так что приятного мне аппетита! И всем, кто сейчас ест, тоже приятного аппетита! Съездили сейчас в магазинчик фруктов и овощей и купили всякой вкуснятины. Сейчас я вам покажу, что мы купили. У нас сейчас сезон, прям много фруктов продается, и они все очень вкусные. Значит, конечно же, арбузян. Красивый, большой такой. Дальше виноградик я Андрею бы захотела. Купила я еще черри. Помидорки черри. Обалденно вкусные, сладкие. Сливы. И тут затесался один мектаринчик. Вот еще один. И вот еще один. Пакетики. Дальше тут у нас пакетик с персиками лежит. Тут у нас фрукт, который называется шезек. Так вот он выглядит. Он немножко выглядит помятым, покоцанным, но это значит, что он очень вкусный сейчас. Когда они, знаете, ровненькие, тверденькие и красивые, значит, они недостаточно спелые и кислые. Вот в таком виде он будет очень-очень вкусный. Второй этаж пошел. Так, давайте смотреть. Тут у меня петрушечка. Кукуруза почему-то Ян захотел. Не знаю. Пускай ест. Пакет с яблоками зелеными. Это у нас фрукт, который любит вся семья. И что хорошо в этих яблоках, они достаточно долго хранятся. В отличие от других фруктов, типа нектарин, шезека и так далее. Тут у меня два лимончика, потому что в последнее время я пью много воды с лимоном. Она хорошо помогает бороться с голодом. А также имбирь. Буду себе делать водичку с лимоном, имбирем и немножко сахара. Без сахара никуда, я не могу его исключить. Дальше тут у меня... Блин, все время забываю его название. Как эта фигня называется? Кольраби. Да, кольраби. Две штучки взяла себе. Я люблю их есть даже в сыром виде. Они очень вкусные. Дальше тут у меня три авокадки. Они еще тверденькие, так что должны полежать пару дней. И тут еще три сливы. Затесались. Андрей любит всю эту фигню. Типа сливы, персики, нектарины. Так что сегодня персиков, сливы и нектарин, скорее всего, дома не осталось. Останется уже. А, да, кстати, еще огромный пакет бананов Андрей взял. Не знаю, зачем так много. Еще он взял такие, знаете, уже почерневшие. Которые, скорее всего, до завтра не доживут. Поэтому мне придется с ними что-то сделать. Например, банановое мороженое. Сделаю, наверное, точно. Кстати, у нас сейчас сезон... Блин, опять слова забыла. Че ты мне подсказываешь? Сезон дудыван, блин, черешни. Черешни, в общем, сезон начался. Но мы ее не взяли, потому что завтра мы поедем на поле черешни и будем ее сами собирать. Вот. Давайте я вам покажу, как шезык выглядит внутри. Потому что это достаточно экзотический фрукт. По крайней мере, когда я жила в России, я его не встречала. Я вот с попки начинаю его открывать. Некоторые люди сдирают у него кожу, но я этим не заморачиваюсь. Я им прям с кожей. Она тоже очень вкусная. Вообще, лучше, конечно, откусывать и не руками все это делать, потому что... Потому что, как бы, очень сложно так получается. Вот так вот он выглядит. Это его мякоть. Очень вкусная сладка. Обалденная. Он очень сочный. И вот внутри несколько больших косточек, которые очень легко убираются вот так вот. Таким образом. И вся мякоть съедается. Обалденная штука. Смотрите, какую вкусноту я себе приготовила на обед. Сытненький у меня обед будет. В общем, я сделала себе салатик с огурчиками, помидорками черри, с жареным лососем. Я поджарила его без масла. И сыром фета. И все это дело я заправила оливковым маслицем. И еще добавила зелень, конечно же. Вот. И сейчас буду все это дело трескать. Надеюсь, получилось вкусно. Выглядит это все очень вкусно. И полезно выглядит это все дело. Итак, что же я сегодня буду трескать на ужин? На ужин я трескаю бутербродик с черным хлебом, сливочным маслом и лососем соленым, который я засолила сегодня утром. И вот он у меня уже готов. Такой вот вкусный и полезный бутербродик. Ну, и сливочное масло тут немножко лишнее, конечно. Но я же сказала, что я ем все, что хочу. Только в количествах ограничиваю себя. И запиваю я все это дело водичкой с лимоном. И немножко добавила туда сахар. У меня прям сегодня видео получилось дневник питания какой-то. Смонтировала только что видео, которое я с утра снимала. Монтировала я его, блин, так долго. Мне кажется, часа четыре. Потому что там много монтажа, много добавлений, много текста добавленного. Видео, мне кажется, получилось интересненьким. Надеюсь, вам понравится. Если вы, конечно, подписаны на канал о жизни в Израиле. Если нет, то ссылку на него вы найдете в описании. Ну, ладненько. На этом я, наверное, буду с вами прощаться на сегодня. И думаю, что увидимся завтра. Обещать не буду, но буду стараться. Все. Пока-пока.